На реке Лени нижняя кромка ледохода на 50 километров ниже поселка Крестовский Ленского района. У Ленска наблюдаются подвижки льда и разводья. А на реке Алдан ледоход проходит двумя участками. Нижняя кромка основного наблюдается у Тамота, кромка второго участка у Кюбцы и Усьмайского района. На реке Амга нижняя кромка вышла в устье. На реке Вилюй в пределах Сунтарского района наблюдается повышение уровней воды с интенсивностью полметра за сутки. На северных реках Колыма, Индигирка и Яна подъем уровня воды на 5-20 сантиметров за сутки. В целом уровней воды на всех реках республики ниже критических отметок. Подтопленных населенных пунктов нет. В ближайшие сутки населенные пункты объекта экономики мы не прогнозируем подтопление. По реке Вилюй на сегодняшний день происходит повышение уровня воды. В ближайшие двое суток в районе населенного пункта Сунтары будут наблюдаться подвижки и вскрытие реки Вилюй. На сегодняшний день работают 4 оперативные группы. Главное управление составит 45 человек. Также был уточнен прогноз якутского ГМС по вскрытию реки Колыма в районе населенных пунктов Зырянка и Среднеколымска в 20-24 числах мая. Поэтому на сегодняшний день, завтра спланировано убытие оперативной группы Колыма. Главное управление в составе 19 человек на двух воздушных судах.